МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый секретарь посольства Великобритании в России Эндрю Ньюленс посетил столицу Привожья в преддверии Мундиали и оценил готовность города к предстоящим играм. Деревянные города. В Нижнем Новгороде появилось новое общественное объединение, которое будет защищать объекты деревянного зодчества. Сегодня Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей бывшему вице-спикеру регионального парламента Олегу Сорокину до 1 августа. Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Евгения Лугунова. Адвокаты Сорокина считают решение необоснованным. Они настаивали на изменение мер пресечения на домашний арест, ссылаясь на окончание следственных действий. Об этом же просил и сам Олег Сорокин, который присутствовал на заседании. Защита также настаивала на приобщении к делу целого ряда документов, положительно характеризующих обвиняемого и подтверждающих наличие у него серьезных заболеваний. Однако суд отклонил и эти ходатайства. Те доводы, которые приводили представители следствия, для нас почти что не были новыми о том, что Сорокин может скрыться. И в подтверждение этих доводов приводились аргументы, которые, на мой взгляд, даже не профессионалы поймут их надуманность. Уже сколько раз мы говорили, что органы следствия оперируют тем, что Сорокину нельзя изменить меры пресечения, поскольку у него имеется заграничный паспорт, и он может таким образом скрыться за границу. Но я не буду говорить о том, что это недоверие нашей пограничной службе, таможенной службе. Самое главное другое, что еще в феврале месяце представители защиты передали в распоряжение следствия заграничный паспорт господина Сорокина. И что делает следствие? Вместо того, чтобы, как говорится, ограничить возможность пользования этим паспортом, они опять его возвращают в защиту. Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» огласило окончательные списки участников предварительного голосования по выборам в Государственную Думу Российской Федерации, Законодательное собрание Нижегородской области и Городскую думу Нижнего Новгорода. Кандидатам вручили специальные удостоверения. Среди них есть известные политики и даже спортсмены. За вакантное место в Городской думе поборется экс-министр культуры области Сергей Горин. В ЗАГС собрание будет баллотироваться шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Олимпийский чемпион по современному пятиболью, исполняющий обязанности заместителю губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, заявил о своих амбициях занять кресло депутата Госдумы. Партия его поддержала. Праймерис пройдут 3 июня. Законодательное собрание Нижегородской области достаточно активно выносило многих законопроектов на федеральный уровень. На мой взгляд, достаточно эффективно. Конечно, хотелось бы эту жизнь, этих законопроектов, идей воплотить уже на федеральном уровне, что я считаю, было бы очень важно, в первую очередь, конечно, для Нижегородцев. Я чувствую себя достаточно сильно для того, чтобы работать активно. У меня есть некоторые идеи, которые мне хотелось бы обновить жизнь. В районе для меня очень близкий. Я в том, что я жил в московском районе, учился в московском районе, начинал учиться за большую школу. И моя мама там жила в этом же время. Для меня все это близко. Я хотел бы обновить свои идеи, которые у меня есть, осуществить там. К другим темам. В Нижнем Новгороде появилось новое общественное объединение «Деревянные города». Нижегородские градозащитники и активисты будут вместе бороться за сохранение объектов деревянного зодчества. Они делали эту работу и раньше, только практически поодиночке. Новое объединение рассматривают как рабочую площадку для взаимодействия активистов, бизнеса, власти и профильных специалистов. На первом заседании побывала Вероника Кузьминова. Символ нового объединения – деревянный домик. Значок с его изображением сегодня на груди у каждого участника. Надевать маленький символ договорились только по особым поводам. Первое заседание – как раз тот случай. Буквально накануне этого собрания мы залезли в коробочек, где у нас это лежало на хороший день. Вот хороший день настал. Мы надели эти домики. Нижегородские архитекторы, градозащитники, историки и городские активисты решили объединиться совсем недавно. Они надеются, что вместе общаться с народом и администрацией города будет легче. Станислав Дмитриевский – градозащитник с 30-летним стажем. Рассказывает, за все это время они с властью стояли по разные стороны баррикад. Совсем недавно удалось сделать первые шаги на пути к взаимопониманию. Для меня было просто потрясением, когда в конце прошлого года новая региональная и муниципальная власть пошла навстречу нашим предложениям. Я вдруг увидел людей во главе области, с которыми я, несмотря, кстати, на мощные политические разногласия, я однако говорю с ними на одном культурологическом языке, они понимают ценности этого. Первое, о чем уже удалось договориться, сохранить здание из так называемого сносного списка при условии их консервации. Речь идет о домах, которые планировали снести к чемпионату мира. Общественники будут заниматься консервацией на деньги, собранные в интернете. Но утверждают, что так далеко не уедешь. Для полного сохранения объектов деревянного зодчества нужна целая стратегия. Пока власть не установит правила игры, не разработает механизмы, не утвердит их, и мы не поймем, откуда будут деньги выделяться на восстановление тех или иных объектов, мы не продвинемся дальше. Здания, которые успели сохранить, пока скрыты от посторонних глаз. Окна и двери в них заколочены. Следующий шаг – капитальный ремонт. Для целого квартала на улицах Новой и Короленко активисты движения уже разработали концепцию музейного комплекса. Этот квартал имеет очень большое мемориальное значение, потому что там жил Горький, причем и в детстве, и потом снимал квартиру после втупления в брак. И Шаляпин там бывал, и Короленко долгое время в одном из домов жил. Центр города должен быть такой уникальной шкатулкой с интересными проектами. Это не будет типовая точная застройка, а будет что-то новое, с одной стороны новое, а с другой стороны соответствующее историчности Нижнего Новгорода. По декларации нового объединения «Деревянные города» подписались около 50 человек. Участники сформировали рабочие группы и разделили обязанности. В свои ряды приглашают всех неравнодушных к историческому наследию города. Вероника Кузьминова, Андрей Панов, Никита Вертлин. Столица Нижний. Первый секретарь посольства в Великобритании и в России Эндрю Ньюлендс в преддверии чемпионата мира посетил Нижний Новгород. Дипломат побывал на новом стадионе тренировочной площадки в областной больнице имени Симашко, а также встретился с директором департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольгой Гусевой. Ожидается, что Игры Мундиали в Нижнем Новгороде посетит около 3000 британских болельщиков, поэтому первое, что интересует делегацию посольства – безопасность соотечественников. Представитель британского посольства дал высокую оценку уровню подготовки города к играм чемпионата мира. Напомним, матч между командами сборной Англии и Панамы пройдет на арене Нижний Новгород 24 июня. Мы сегодня посмотрели все те объекты, которые готовятся к чемпионату мира по футболу. Все это выглядит очень здорово. Был достигнут огромный прогресс в подготовке, в организации, в том числе стадион и прочие объекты, которые будут задействованы в проведении этого события. Мы готовы к приему болельщиков из любой страны, в том числе из Великобритании. Сегодня на встрече участвовали представители Министерства внутренних дел, МЧС, которые ответили на конкретные очень вопросы в случае задержания болельщиков, ну в данном случае британских, как будет происходить информирование посольства. Мы ждем в настоящее время те контактные телефоны посольства Великобритании, по которым нам нужно будет осуществлять с ними коммуникацию. Они решают этот вопрос оперативно. Торгово-развлекательный центр «Фантастика» подарит шоппинг на 50 тысяч рублей. Сертификат достанется победителю шоппинг-марафона. Для этого необходимо совершить покупки по карте торгового центра на максимальную сумму. Подробности в сюжете Екатерина Анисимова. В торгово-развлекательном центре «Фантастика» сейчас проходит шоппинг-марафон для обладателей карт постоянного покупателя. Но в отличие от обычного марафона, победитель получит не кубки и не медали, а кое-что более практичное – шоппинг «Фантастики» на 50 тысяч рублей. Карта «Фантастики» – это настоящая палочка-выручалочка для покупателей. Мало того, что по ней можно получать скидки. Ее обладатели участвуют в разных акциях и выигрывают подарки. В мае за любую покупку по этой карте покупателям выдают специальный купон. Его нужно зарегистрировать на стойке информации, чтобы получить сертификат от ювелирного салона и вступить в шоппинг-марафон. Тот, кто накопит на карте «Фантастики» покупок на наибольшую сумму в период с января по май, получит в подарок шоппинг на 50 тысяч рублей. Обязательно будем копить на нашей карте бал и участвовать в программе «Шоппинг-марафон». «Сегодня мы получили сертификат в ювелирный салон и обязательно мы воспользуемся». Часто ли пользуетесь этой картой и чем она удобна? Ну, скидки делают большие. Удобно очень, да. Я пользовалась, и вот в Алтыне мне давали сувенир, подарочек. Несколько раз порала так себе. В общем, в акциях «Фантастики» участвует? Да, да. И в этой поучаствует? Обязательно. Победитель марафона получит шоппинг на 50 тысяч рублей от торгового развлекательного центра «Фантастика» 12 июня. Будут также ценные подарки для тех, кто накопил на своих картах максимальные суммы, но не занял первое место. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова